Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, президент России, в этот траурный день позвольте от имени Русской Православной Церкви и ее предстоятеля, святейшего патриарха Алексия, священного синода, архипастыре и пастыре и верующих передать вам и России, и нашему народу глубокое соболезнование по случаю кончины первого президента России Бориса Николаевича Хельцина. Сейчас мы совершим молитву о упокоении его души, но прежде по благословению святейшего патриарха я оглашу его личное обращение. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, Ваше превосходительство, много уважаемая Наина Иосифовна, уважаемые члены семьи и близкие почившего, преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры, Христос Воскресе! Воскресе! Сегодня мы молимся о упокоении первого президента России, провожая его в путь, которым проходит каждый человек, путь от временной земной жизни в жизнь вечную. Мы вспоминаем, каким был почивший, обращаемся к вехам его биографии. В судьбе Бориса Николаевича отразилась вся драматическая история 20 века. В 30-е годы крестьянская семья Ельциных подвергалась репрессиям. Несмотря на это, одаренный юноша Борис окончил Уральский политехнический институт, затем начал трудиться в строительстве. Уже вскоре Борис Николаевич занимал видные государственные посты. На рубеже 80-х и 90-х годов он стал свидетелем и участником исторического перелома в жизни России. В это время воля нашего народа к свободной жизни стала проявляться все сильнее. Борис Николаевич почувствовал эту волю и помог ей осуществиться. Будучи сильной личностью, он принял на себя ответственность за судьбу страны в трудное и опасное время радикальных перемен. Первый президент России по-доброму относился к Русской Православной Церкви и ее предстоятелю. Мне памятно общение с ним, ибо наши встречи всегда были теплыми, а беседы откровенными и конструктивными. Господь судил мне дважды присутствовать при вступлении Бориса Николаевича в должность президента Российской Федерации. И я видел, с каким душевным волнением он воспринимал слова на путствие, на предстоящее нелегкое и ответственное служение. Следуя доброй традиции, мы ежегодно встречались 23 февраля в мой день рождения. Так было и в этом году. Несмотря на домогание, Борис Николаевич приехал поздравить меня, и эта встреча оказалась последней. Когда-нибудь история даст почившему беспристрастную оценку. Мы же ныне будем молиться о упокоении его души в Царстве Небесном, и где же не есть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Отечество наше, Россия, сегодня живет полнокровной жизнью, возвращается к своим исконным традициям. Об этом говорит и то, что впервые за сто с лишним лет мы прощаемся с главой государства российского в храме, прощаемся с молитвой. И я мысленно, присоединяясь к общей молитве, прошу Христа Спасителя, да упокоит душу новоприставленного раба своего в селениях праведных и сотворит ему вечную память. Алексей, патриарх московский и всея Руси.